Воздушно-десантные войска Всегда это был праздник единства нашего, нашего между собой, ВДВшниками, нашего с армией. Ну а сейчас тем более. Наши ребята в основе участвуют, участвуют хорошо. Накануне на совете регионального отделения Союза десантников было решено в этом году изменить программу праздника. Не имеем мы морального права в тяжелый для Родины час, в то время как наши братья и товарищи отдают свои жизни за Родину, здесь гулять и веселиться. Поэтому мы собираемся просто, чтобы постоять плечом к плечу с товарищами, посмотреть друг другу в глаза, возложить цветы дорогим нашему сердцу местам. И еще раз сказать, что ветераны-десантники все как один готовы встать на защиту своей Родины. В эти непростые для нашей страны времена бойцы воздушной пехоты, как и в этом строю, бок о бок воюют на передовой в зоне специальной военной операции. В обращении нашего командующего, героя России, генерал-полковника Теплинского Михаила Юрьевича, много добрых и горячих слов и гордости за свои войска. Он сказал, что более 36... В этот день поздравить десантников с профессиональным праздником пришли представители всех ветвей власти. Каждый год вы подтверждаете высокое звание десантника и в годы Великой Отечественной войны, и в различных горячих точках, и в мирное время. И сегодня, во время специальной военной операции, десантники на самых сложных участках совершают подвиги. Мы гордимся вами. Каждая семья, наш город, наш регион и, конечно же, наша Великая Родина Россия. Вы видите, какая идет сейчас война, совершенно другая, не ту, которую вы видели в Чечне, Афганистане, Анголе и других местах. Да, техника, герани наши бьют, их шахиды и так далее, и всего подобного. Но никто не заменил мужество и храбрость наших солдат. Потому что наши войны, это войны святые, сейчас призваны Богом очистить всю планету, все государства, от этой скверны, неофашизма, ЛГБТ и всякой другой нечисти. Приветственный адрес тверским десантникам прислал глава региона Игорь Руденя. Сейчас в рядах ветеранов десантных войск на Верхневолжской земле насчитывают свыше трех тысяч человек. С годами этот род войск не растерял авторитет и силу. По-прежнему огромен конкурс в Рязанское училище ВДВ. Да и попасть на срочную службу в десантуру хотят многие вчерашние выпускники школ. Ребята отдельно записываются, ходят в военкоматы, просят, чтобы их послали в ВДВ. Ну это прям, это хорошо. Как не хаяли нашу молодежь, да, не ругали. Вот она сейчас показывает там в СВО чудеса просто мужества и героизма. И, наверное, каждый день по телевизору вы это видите. Поэтому вся наша работа по патриотическому воспитанию, она прошла не зря и проходит. И мы будем ее продолжать, потому что это наше будущее, будущее нашей страны. Встречи с подрастающим поколением всегда в приоритете у ветеранов десантников. В дни летних каникул в выездном формате по лагерям отдыха работает музей четыре эпохи воинской славы. Самая главная работа, конечно, это помощь нашим ребятам в СВО. Две наши группы ВКонтакте «За победу» и «Добро 69» вносят огромный вклад в материальное обеспечение наших бойцов. И буквально вчера они вернулись из своей 20-й командировки в зону СВО. В день профессионального праздника ряд ветеранов воздушно-десантных войск отмечены грамотами и приветственными адресами. Гузу России и ВДВ. Митинг тверских десантников объединил несколько поколений тех, кому посчастливилось служить в легендарных ВДВ. После торжественного построения и возложения цветов к обелиску победы, колонна машин с флагами ВДВ отправилась на Дмитрово-Черкасское кладбище почтить память тех, вне зависимости от рода войск, кто погиб, защищая Родину. Не получится расколоть нашу страну и победить нас. Когда Родина скажет и призовет, мы все пойдем за нее воевать. В России войска такие есть, каких не найти нигде, поверьте. Нигде не случилось.